Привет! YouTube остановил показ рекламы на территории Российской Федерации и сейчас становится понятным масштаб падения дохода. Есть первоначальные данные, которые, понятно, еще будут корректироваться, но тем не менее, вот мы уже можем с вами посмотреть, что 3 марта на примере моего канала доход на 1000 просмотров был 56 центов, 4 марта у нас пришло письмо об остановке рекламы 25 центов. И далее 5-го 26 центов, то есть падение в 2 раза, точнее процентов так на 55. У всех, понятное дело, по-разному, зависит от доли трафика на территории Российской Федерации, но мы нашли решение, что можно сделать в этой ситуации, чтобы получать деньги. Решение прямая реклама. И вы, наверное, скажете, Дэн, я не знаю, как организовывать прямую рекламу, где находить рекламодателей, как кооперироваться, как мне, небольшому или среднему каналу, обратиться к какому-то крупному рекламодателю, чтобы заинтересовать его. Я хочу помочь организоваться и блогерам, и рекламодателям, чтобы мы могли находить друг друга и создать свою экосистему по размещению прямой рекламы, организовать все процессы. И сейчас я расскажу вам, как. В описании под этим видео будет две формы, вы сможете оставить заявку. Первая форма. Я блогер. Я хочу, чтобы на моем канале размещали прямую рекламу. Вторая форма. Я рекламодатель. Я хочу что-либо прорекламировать. Хочу прорекламировать свой канал, товар, услугу и так далее. Собственно, в зависимости от того, кем вы являетесь, вы заполняете первую или вторую форму. Если вы хотите и размещать рекламу, и рекламировать свой канал, вы можете заполнить обе. Единственное. Я попрошу вас подойти к этому осознанно и не писать ерунду. Что требуется? Давайте. По форме. Я блогер. Собственно. Здесь нужно ваше имя, ваши контактные данные, ссылку на канал, обязательно скриншоты, статистики, там в форме все увидите актуальной информации. Затем расскажите, размещали ли вы ранее прямую рекламу, кого вы рекламировали. Это очень важно, потому что нам принципиально понимать, к кому из рекламодателей обращаться. Каких-то я знаю, но я знаю далеко не всех. И нам нужно собрать список потенциальных рекламодателей, это крупная компания. Ну, какие примеры? Там, Raid Shadow Legends, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, там какие-нибудь другие нишевые рекламодатели, какой-нибудь магазин, какой-нибудь косметики онлайн или что-нибудь подобное. В общем, обязательно и можете в комментариях писать наименование рекламодателей и в форме, если вы кого-то рекламировали, обязательно напишите по вашему опыту, какие форматы рекламы вы рассматриваете, в какие сроки готовы разместить рекламу, что у вас по приему денег. Поймите, что рекламодатели так или иначе предпочитают платить официальным образом. То есть, это на счет самозанятого, расчетный счет ИП, счет ООО, общество с ограниченной ответственностью. То есть, скидывать куда-то там, не знаю, на кошельки, на карту и так далее, вряд ли кто-то захочет и согласится, потому что, ну, это так не делается. Все компании, которые работают, у них есть фирма, у них есть рекламный бюджет, им надо его правильным образом обрабатывать. Если они заплатят вам на карту, то им потом доказывать, что это не трудовые отношения и так далее. Физлицу я имею в виду просто на карту. Им этот геморрой не нужен, им нужен нормальный подход. Поэтому обязательно тоже нужно указать в форме, какая у вас форма работы. Вы только физлицу или у вас есть возможность принять оплату на какие-то нормальные реквизиты предпринимательские. Не обязательно у вас лично, может быть, у ваших друзей, знакомых и так далее. Ну и также по рекламодателям спросим, кто каким образом готов платить. Если это блогеры, то, вероятно, можно и без этих заморочек. Блогер, который хочет рекламировать свой канал, наверняка сможет заплатить разными доступными способами. По цене рекламы прошу не брать из головы. Если вы, например, рекламу не размещали, проведите хотя бы элементарное сравнительное маркетинговое исследование. Посмотрите на список каналов в вашей тематике, за сколько они размещают рекламу. Напишите им. Не спешите сразу выставить какой-то ценник, потому что если вы от фонаря поставите, мы предлагаем потенциальному рекламодателю, он смотрит такой, ой, нет, дорого сразу. И больше он не будет обращать на это внимание. Нам с вами это не нужно. Нам нужно, чтобы всем участникам было интересно в этой схеме. Поэтому ставьте нормальные, адекватные, реалистичные ценники на вашу рекламу. Пересчитывайте на количество просмотров. Например, видите канал близкий к вам по тематике? Сколько просмотров набирают в среднем его ролики? Возьмите 10 последних видеороликов, сложите просмотры на них, поделите на 10. И посчитайте, сколько хотят за рекламу. Разные форматы посмотрите. Интеграция, или может быть обзорный ролик отдельный, или прерол, или конечные заставки. Также укажите, какие варианты рекламы вы рассматриваете, какие форматы рекламы вам предпочтительны и готовы вы их размещать. Трэшовых рекламодателей мы не рассматриваем. Всякие там 1xbet и так далее, все, что нарушает правила YouTube, мы не рассматриваем. Будем проверять рекламодателей, чтобы это не были какие-то потенциально недопустимые, запрещенные, мошеннические и другие сервисы, которые могут вызвать проблемы. Поэтому таких рекламодателей, как говорится, просьба не беспокоится. Только правомерные будут рекламироваться. Правомерные, а не правоверные, как вы могли услышать. Шутки, да, от Канадена, блин. Короче, будем организовываться, интегрироваться. И, друзья, здесь важно занимать не просто какую-то пассивную роль, я отправил, мне там все. Мне важно обменяться с вами информацией, опытом, поскольку мы организуем некое такое рекламное комьюнити, и мне важен опыт каждого из вас. Если вы имели такой опыт, то делитесь, рассказывайте, знаете, как сделать лучше, расскажите. Какие-то потенциальные проблемы, расскажите. Короче, важно этой самой информацией обмениваться. Сегодня же уже прошу сотрудников начать сбор информации по рекламодателям, поскольку я подозреваю, что больше будет блогеров, которые хотят, чтобы у них разместили рекламу. Мы будем готовить пакетные предложения. Например, какой-нибудь магазин гаджетов. Скажем, у нас есть подборка, например, из 20 блогеров в тематике гаджеты, IT, там обзоры какие-нибудь. Вот давайте, вот совокупная информация, вот такой-то трафик, такой-то контент, такая-то вовлеченность, удержание, можем на этот пакет разместить. Дальше с вами согласовываем детальные условия и размещаемся пакетно. Очень важна ответственность, друзья, чтобы никто не нарушал сроки и условия размещения. То есть дисциплина и ответственность здесь становятся принципиально важной задачей, поскольку в противном случае мы можем подвести все друг друга из-за даже одного какого-то участника. Понятно, что будем искать варианты, но тем не менее очень важно в такой ситуации брать на себя ответственность и выполнять взятые на себя обязательства. Давайте соберем информацию, будем искать выходы на рекламодателей и производить взаимообмен, чтобы компенсировать падение дохода от монетизации и чтобы зарабатывать деньги в тех условиях, которые и есть сейчас. По ссылке в описании формы. Также подпишитесь на мой телеграмм и дзен на всякий случай, чтобы мы с вами были на связи. И любые идеи, предложения, возражения в комментарии, пожалуйста, равно туда же можно и кидать идеи по потенциальным рекламодателям, кому обратиться, кому нам написать. Спасибо и поделитесь этим видео с другими вашими блогерами. Я также надеюсь заручиться поддержкой медиа-сетей, чтобы их авторы, которые в сеть подключены, также в это вовлекались. Я убежден, что на сотрудничество пойдет медиа-сеть GTRussia, но и для других сетей тоже, как всегда, открыт к взаимодействию. Давайте соберемся и реализуем эти схемы обмена трафика на прямой доход от рекламы. Спасибо, друзья. Я очень признателен вам за вашу активную позицию. И поддержку в это непростое время. С вами я, Коно Дэн, про YouTube. Подписывайтесь. Будем на связи. Будем всем по возможности отвечать, разбирать заявки. И ждите следующий ролик, вероятно, уже завтра. Пока.